Лабораторная работа номер 6 Двухмерные массивы Необходимо выполнить следующую задачу То есть составить программу для вывода на печать Единичные матрица размером 7 на 7 Элементы главной диагонали, которые будут равны единице Ну и как будет выглядеть программа Начинаем заголовка Дальше нам понадобится константа Которой присвоим мы максимальное значение Числа столбцов и числа строк матрицы Так, дальше объявляем матрицу в разделе переменных Так, и сделаем ее целочисленным Потому что на главной диагонали будет единица Все остальные будут значения равные нулю Так, нам понадобится параметр цикла i, g, i будет изменяться по строкам, g по столбцам Так, и они должны быть сложительного типа Если мы используем цикл с параметром Так, мы начинаем писать тело программы Так, ну и сразу же начинаем писать цикл То есть изменения по строкам Так, ну и изменения по строкам Так, дальше пишем условия Если не равно, g То есть главная диагональ у нас совпадает Индексы столбцов и строк соответственно Тогда заполняем элементы главной диагонали Равные единице Иначе То есть значение будет равным нулю Так, дальше выводим нашу матрицу На экран При помощи оператора вывода А именно значение Пусть по числу будет отводиться три позиции Так, закрываем операторные скобки Составной оператор Так, здесь установим пустой оператор вывода Для того, чтобы Нам вывелись Все значения, как видим, адрес То есть по строкам И соответственно по столбцам Так, вот программа написана Начинаем ее запускать Ну и одновременно проверяем ошибки Ошибок нет Ну и у вас вывелась Матрица То есть Диагональ Значение равно единице Все остальные Соответственно равны нулю Основной этап выполнили Которого Можно выполнять все другие этапы Соответственно задания Лабораторных работ Так, копируем Ну и перенесемся в электронную таблицу Так, вставляем Так, и здесь производим Следующее действие Здесь у нас будет А Что ответственно Да, спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok так изменяется до 7 изменяется до 7 так ну и здесь опять разбросимся так теперь нам нужно зафиксировать изменяться строки здесь наоборот у нас не должны изменяться с функцией нажимаем окей ну и соответственно получили тот же результат то есть вот наша матрица двухмерного мотива заполненная соответственно единицами гладая диагональ так следующий этап так начинаем оформлять лабораторную работу для этого сначала запишем условия задачи с 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 то есть мы вычислительный блок в виде прямоугольника так следующее действие у нас идут циклы 1 2 2 дальше идут условия и дальше идут вилд А потом заканчиваем выполнять. Сейчас показываю направление выполнения блоков алгоритма. Забыли вычислительный блок. Забыли вычислительный блок. Забыли вычислительный блок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Присываем значение единицы... Присываем значение 0... Продолжение следует... 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 и не пересекает никакие блоки вот алгоритм так ну и не забываем про защиту лабораторных работ по тем вопросам которые представлены на методическом указании